Здравствуйте. Ну что, все в сборе? Сейчас мы для разогрева, так сказать, сделаем вам визуальный эффект и начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дамы и господа! Это мощное начало, это была визитная карточка компании «Рольф». Какова визитная карточка, таковы и действия. И, в общем-то, наша пресс-конференция сегодня посвящена мощному, значимому событию для автомобильного рынка страны. Компании «Рольф» и «Пеликонавта» сообщили о завершении сделки по слиянию компании «Рольф» и «Пеликонавта». Кроме того, что мы узнаем детали этой важной сделки, мы сегодня услышим о результатах продаж в 2015 году компании «Рольф», о ее взглядах на 2016 год. Значит ли, очень хочется услышать, значит ли это, что период плохих новостей для авторынка завершился. И у нас есть уникальная возможность услышать от топ-менеджеров компании «Рольф», лидера авторынка и от компании «Пеликонавта» свое мнение о российском рынке, уникальное явление. Пользуйтесь им. Меня зовут Андрей Левченко, представляю телеканал РБК, ведущий на телеканале. Несколько слов о плане проведения нашей пресс-конференции. Сначала о сделке, потом о перспективах, о рынке, ну а потом о деталях. И в конце такой десерт будет представлен, даже мультфильм, потом форшет. После каждого блока журналисты могут задавать вопросы, эксперты рынка. Я думаю, будет все очень интересно. Ну а теперь представляю участников сегодняшней пресс-конференции. Итак, Игорь Солита, председатель совета директоров группы компании «Рольф». Можно аплодировать. В общем-то, спасибо, что пришли. Спасибо, что вовремя такая погода. Игорь Малеров, президент компании «Пеликонавта», основатель этой компании. Татьяна Луковецкая, генеральный директор компании «Рольф». Прошу приветствовать. Светлана Виноградова, директор новой структуры, созданной при слиянии с «Пеликонавта». Человек, который теперь будет руководить этим подразделением. Как, что изменится, сегодня мы об этом узнаем. Ну и в зале тоже представители компании «Рольф». Исполнительный директор Виталий Павловский. И Светлана Браницкая, пиар-директор. И у нас кто, Светлана? А, приехал. Елена Московская. Очень приятно, Елена. Директор по маркетингу массовых брендов. Елена, еще раз добрый день. Ну, начнем. Игорь, начинаем. Немного о сделке. Расскажите о ней. Почему была выбрана безденежная форма? В чем особенности этой сделки? И как вы к ней пришли, и когда вообще, в принципе, появилась идея о слиянии? Спасибо, Андрей. Добрый день всем присутствующим. Очень рады, что столько людей доехало, несмотря на погоду. Спасибо всем. Видимо, вы ехали все-таки пораньше, да? Не пришлось вытаскивать свои машины из сугробов. Я могу сказать следующее, что сейчас все, что мы делаем в «Рольфе», это является осуществлением стратегии, которую мы приняли в 2011 году. Я помню, что мы встретились с Татьяной Макканной на тот момент, сказали, что компании нужна новая стратегия. Это был период выхода из кризиса. Мы сделали несколько итераций, поиграли с цифрами, поиграли с пониманием нашего рынка. И поняли, что на тот момент, в 2011 году, если я не ошибаюсь, мы были третьими по объемам продаж, правильно? Мы были вторыми по выручке. И мы, наверное, были где-то там в первой тройке по прибыльности, если говорить о EBITDA. Мы сказали себе, что мы хотим поставить себе очень амбициозные цели. Мы сказали, что мы хотим стать номером один и по выручке, и по штукам, и по прибыли. И мы отвели себе на это 6 лет. Мы сказали, что, наверное, мы сможем стать в первой тройке по продажам по штукам в 2017 году. Мы станем первыми по выручке к этому времени и первыми по прибыли. Почему в показателях по штукам мы были очень осторожны? Потому что мы тогда были на третьем месте и с достаточно большим отрывом. И одним из наших конкурентов, конечно, был Автомир, который очень хорошо в то время торговал с продукцией Автолаза. И с ними было по штукам, по объему продаж очень трудно соревноваться. Получилось так, что по итогам 2014 года мы уже всех своих показателей добились. Здесь нужно, конечно, можно похвастаться и сказать, что это наше достижение. Но на самом деле это не совсем так. Там те, с кем мы себя сравнивали, и Мейджор, и Автомир, они немножко отстали в темпах продаж. Автомир немножко потерял за счет того, что он перестал торговать Автолазом. Поэтому здесь и по объективным, и по субъективным причинам уже по результатам 2014 года мы стали компанией номер один по выручке, по штукам продаж и по прибыли. Частью этой стратегии было, конечно, стратегия на этом не заканчивается, но стали номер один и стали. Но период стратегии у нас продолжается, горизонт. И в горизонте этой стратегии у нас были, конечно, такие вещи, как слияние и поглощение. Мы начали смотреть на варианты слияния и поглощений тогда же, в 2011 году. Тогда же в 2011 году мы начали вести первые переговоры с другими участниками рынка о возможном слиянии или о возможной покупке. При этом мы выходили к ним с предложением следующим. Мы видим в своем будущем компания «Рольф», и мы этого не скрываем, опять же, это является частью нашей долгосрочной стратегии, выход на публичный рынок. Принято решение на уровне сайта директоров, что роль будет публичной компанией. Либо сам самостоятельно выйдет на рынок, либо в альянсе с какими-то другими участниками рынка, либо вольется в какую-то крупную международную компанию. Вот эти переговоры, по сути дела, пятилетние, на данный момент привели к первой сделке. Эта первая сделка – это слияние с компанией «Пеликанавта». Нужно сказать, что в своих требованиях к нашим партнерам мы оказались, может быть, слишком даже суровыми и требовательными. Помимо каких-то экономических показателей, помимо показателей того, какой портфель брендов у нашего партнера по переговорам и по потенциальному слиянию или поглощению, для нас очень важна была культура компании. И у нас были на самом деле варианты, сейчас я не буду называть название компании, где у нас была возможность осуществить сделку, но мы не смогли сойтись именно потому, что культуры компании очень сильно расходились. С «Пеликаном» у нас все сложилось, и я этому очень рад. Мы очень похожи с «Пеликаном» по взгляду на бизнес, по взгляду на жизнь, по отношению к сотрудникам, по отношению к поставщикам, производителям и по нашему видению того, что дальше будет происходить и нужно делать на авторынке. Игорь, а хотел бы уточнить, с позволения как ведущий, это не реакция, получается, на текущие ситуации, решение слияния, это стратегия. Вот это очень важный момент. Вы знаете, у Рольфа есть две характеристики, которые сильно отличают Рольфа от других российских компаний. Рольф очень слабо реагирует на происходящее, потому что он в основном 90% решений в Рольфе, которые принимаются на ежедневной основе, они сверяются с долгосрочной стратегией. Мы предпочитаем не реагировать, а наоборот действовать с упреждением. Поэтому это никак не является. И второе то, что сильно отличает Рольф, Рольф – это очень сильно децентрализованная компания. Рольф – это компания, в которой роль менеджера каждого, роль каждого человека, личности, каждого сотрудника, она чрезвычайно важна. И когда у вас там 6 тысяч сотрудников, и вам нужно принимать, по сути дела, 6 тысяч решений каждый день, быть компанией реагирующей на сегодняшний день практически невозможно. Все должны действовать в рамках согласованной стратегии, в рамках согласованного плана. К вам Игорь Малеров, еще раз представлен президент компании «Пеликонавта». Игорь объяснил, почему «Пеликонавта», объясните, почему Рольф? Во-первых, добрый день, всех рад видеть, спасибо, что приехали. Хорошее русское слово «почему», которое нужно… Очень простое. Наверное, очень простое, но емкое. Наверное, нужно разбить на два, почему вообще слияние и почему Рольф. Да, ну, я уже неоднократно сказал свое мнение о том, что я считаю, что на сегодняшний день рынок проходит новую фазу своего развития, и эта фаза, наверное, называется консолидацией бизнеса. Мы проходили много этапов, да, мы когда-то занимались импортом автомобилей, потом мы строили новые дилерские центры. Но что сегодня происходит? Сегодня происходит о том, что, в принципе, все территории рыночной ответственности производителями разделены и закреплены за определенными дилерами. Производители, особенно в тех регионах присутствия, где присутствуем мы и где присутствует Рольф, это Москва и Санкт-Петербург, никаких новых точек уже не открывают. То есть этот вопрос заморожен, и, возможно, какое-то развитие в будущем, оно будет уже послекризисным, да, и, скорее всего, все равно производители уже будут базироваться на открытие, если новых точек, то только уже на тех партнерах, которые у них есть, а не привлекая новых партнеров в бизнес. Рынок сам по себе сжимается в связи с кризисными явлениями, ну и, соответственно, конкуренция обостряется. Соответственно, возникает, ну, для меня, как для владельца, там, стопроцентного пакета акций в компании «Пеликонавта», я тоже думал о стратегии развития, да, о том, куда мы идем, что мы хотели бы там, да, и в рамках этой стратегии для меня то предложение, которое мне сделал Рольф, ну, являлось очень интересным, немножко позже скажу почему. То есть в любом случае, да, я считаю, что консолидация рынка, она неизбежна, вот, как регионального, так и центральных рынков, Москвы и Санкт-Петербурга, вопрос в формах, да, то есть есть форма, когда покупают или продают компанию, есть форма слияния, как мы рассматриваем, ну, либо самая печальная форма – это выкуп активов, которые уже отошли банкам, либо другим кредиторам от дилеров, которые не справились со своей кредитной нагрузкой в связи с рыночной ситуацией. Почему для меня было важно? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы начали переговоры с Рольфом где-то в сентябре 2014 года, да, то есть это тоже не вот там, не решение одного месяца. И мы рассматривали различные сценарии, да, развитие, различные формы взаимодействия. Мы на какое-то время где-то активизировались переговоры, на какое-то время у нас переговоры останавливались, потому что мы искали, мы смотрели, но в то же время мы очень глубоко анализировали друг друга, ну, наверное, в меньшей мере я, Рольф, да, скорее всего, больше Рольф анализировал те данные, которые мы предоставляли «Пеликанавто». Вот, были, опять же, различные всплески, как вы все помните, там, конец 2014 года, когда… Декабрь, вы имеете в виду? Ну, там, декабрь, да, ноябрь, когда такая была некая оттепель для автомобильного бизнеса, которая опять дала возможность немножко компенсировать те убытки, да, которые были во всей дилерской сети, но потом, к сожалению, в начале 2015 года банки за счет процентных ставок, которые они подняли, в том числе и банки-производители, они, в принципе, все это, весь этот накопленный жир, они его обратно и забрали за первую половину 2015 года. Поэтому мы были в переговорах, и уже в 2015 году появилась вот эта вот идея, да, попробовать говорить по поводу слияния. Мне это очень понравилось, да, потому что для меня, ну, во-первых, это предложение от лидера рынка, лидер рынка, который я всегда уважал, на который мы смотрели, который формировал корпоративную культуру не только в автомобильной отрасли, да, но и формировал вообще эту отрасль, в том числе, там, своими, там, системными продажами, там, да, идеи кумулятивной маржи, там, да, показателям, которые они достигли за последние кризисные, практически три года, они уникальны, на самом деле, там, да, то есть они везде росли против рынка, там, в то время, как, там, основные показатели у компании падали, роль действительно рос, и то, что Рольф уже в 2014 году стал лидером рынка, и по объемам продаж, обойдя, там, мейджоров, там, да, по суммарной выручке, это, конечно, было уникально, и предложение, которое было сделано мне, ну, дорогого для меня стоит, первую форму, о которой я говорил, там, форму продажи, она тоже, как таковая, возможна, но, во-первых, это не моя была цель, да, потому что потом после продажи всегда возникает вопрос, а что делать с теми деньгами, которые можно получить при продаже, то есть пойти в тот бизнес, который тебе непонятен, да, это, в принципе, потерять деньги, нигде нас не ждут, там, пока еще деньги на рынках есть, и вопрос в том, что для меня, ну, положить деньги в банк, это тоже на следующий день такое пенсионное занятие, вот, для меня было интересно как раз продолжать, продолжать в активной компании, в компании со стратегией, да, со стратегией, в том числе публичного рынка, вот, поэтому, ну, мы начали двигаться в этом направлении, это был тоже достаточно большой забег еще на 9 месяцев, когда мы готовились к слиянию, последние 3 месяца мы готовили уже сотрудников к слиянию, то есть это было обучение, это были проникновения обмены данными, обучение сотрудников, поэтому то, что мы сделали, ну, во всяком случае, у нас была одна очень важная вещь там, да, что мы хотели это делать, и это мы делали не как я продаю, а ты покупаешь, а это мы делали, как мы объединяем компании, чтобы потом вместе работать, это было очень важно, на самом деле, там, последние 3 месяца, там, или 4 месяца, я уже не скрывал от сотрудников то, что мы находимся в такой стадии переговоров, и сотрудники на самом деле восприняли это с большим энтузиазмом, потому что для них это тоже развитие, да, и стабильность войти в стабильную компанию, вот, и вот 29 февраля, да, практически в критичную дату, то есть, когда мы ставили цель закрыть эту сделку, мы ее закрыли, да, ну, с чем нас всех поздравляют. Да, понятно, нигде нет информации, какой процент, какую долю компанию Рольфу получили. Ну, эта информация будет, она будет публично, да, но на самом деле окончательная доля, она будет определена после расчета оборотного капитала, который будет передан в объединенной компании, то есть, сегодня нет окончательной цифры. Игорь. Мы сейчас закрываем МСФО, сейчас наш отчет будет аудирован, после этого будет непосредственно от Светланы ее решение, какой объем оборотного капитала будет влит в «Пеликан», и в зависимости от этого оборотного капитала и результатов МСФО, как раз и будет определен окончательный процент. Игорь, а вот «Пеликанавта» вы рассказали, почему она вас заинтересовала, ну вот по поводу марок, расширения вашего портфеля, в какой степени теперь изменится ваш бизнес, вы теперь получаете мощнейшее конкурентное преимущество, практически улетаете в космос, что изменится, что дальше будет? Мы почти уже имеем все 20 ведущих брендов, осталось чуть-чуть, я не буду называть бренды, но все, кто понимает авторынок, понимает, каких брендов у нас не хватает для того, чтобы иметь первую двадцатку. И мы над этим работаем, мы можем окупить компаний, у которых есть эти бренды, мы можем взять самостоятельно контракты напрямую. Это только вопрос, как мы в Рольфе говорим, cost and benefit, это все считается, что выгоднее. Все-таки новые марки, которые вы получаете, что они вам дают? Новые марки, мы очень высоко оценили работу Игоря Малярова в том, как он скомпоновал свои делевские центры, какие марки он выбрал и как он их развивал. Мы также обратили внимание на то, что в этих марках, в которых работал Pelican Auto и работает, они всегда достигали очень высоких результатов, всегда были там в первой тройке, в первой пятерке, в худшем случае, иногда получали призы за лучшие продажи по результатам года. То есть эти марки не просто есть, они есть там на очень хорошем уровне, это для нас очень важно. Конечно, наш вход в BMW и в Nissan через сотрудничество, слияние с Pelican, стратегически для нас очень важно. Понятно. В зале есть вопросы? Да, пожалуйста, и представляться не забывайте. Сейчас, секунду. Интрафакс, Матрешо, Дмитрий. А вопрос к Игорю Малярову, вот все-таки про долю. Все равно есть, наверное, у вас какой-то таргет по тому, какая доля все-таки у вас будет. Можете ли вы описать пределы того пакета, который вы можете получить? И вопрос ко всем, кто может ответить, как будет сформирован этот пакет, то есть это будет доп. помиссия или долю продадут действующие акционеры? Коллеги, простите, давайте все-таки дождемся МСФО. Это будет в мае? Нет, я могу сказать по показателям, вы можете сами посмотреть по показателям, компания Pelicanavt в 10 раз меньше, чем компания Rolf. Долг у нас больше, соответственно, ну понятно, что доля она миноритарная будет, но расчет зависит от показателей, которые будут вместе. То есть это вопрос времени, да. Вопрос времени, это будет официальная информация опубликованная. Выпустили дополнительные акции на Делансе, да. То есть в компании Rolf есть холдинговая компания кипрская, которая владеет всеми компаниями. Эта компания выпустила дополнительную миссию акций. То есть у вас будет какой-то ролик кипрской компании? И представьтесь, пожалуйста. Физ Воронина, РБК. — Чтобы все участники знали. Есть? Да, пожалуйста. — Пошли. Елена Виноградова, Ведомости. Я хотела уточнить судьбу бренда Pelicanavt. Он уйдет с рынка, шоурумы будут переименованы. Это первый вопрос. А второй вопрос я хотела уточнить по поводу планов стать публичной компанией. Ну, наверное, это в долгосрочной перспективе достаточно. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то параметры, при которых Рольф будет готов стать публичной компанией. Не знаю, может быть, пооборот. — Разделить два вопроса. — Да, да, да. — Светлана, вам, да, вот скорее вопрос. А публичное размещение? С какого вопроса начнем? С публичного размещения? — Светлана, конечно. — Спасибо. — Еще раз представлю. Светлана Виноградова, директор новой структуры. Не знаю, как ее правильно теперь назвать. — Светлана Виноградова, директор новой структуры. Большое количество клиентов знают компанию Рольф, поэтому логично было с точки зрения бизнеса, в том числе и дилерским центром компании «Пеликан» работать под брендом компании Рольф. Здесь надо оговориться, что это произойдет не сразу, потребуется какое-то время, но мы к этому идем. — Отвечаю на вопрос по публичному, когда выходить на рынок. Здесь два основных фактора. Первый, конечно, для того, чтобы выйти на рынок, нужно новым акционерам, которые купят акции открытой компании Рольф, что-то предложить. Нужно предложить новую стратегию, нужно предложить новую финансовую модель, нужно предложить новое видение, потому что деньги, которые будут привлекаться, они будут направлены не на продажу доли существующего акционера, а на развитие, конечно. И здесь, с этой точки зрения, мы еще не готовы. Сейчас команда Татьяны Луковецкой начинает работу над новой стратегией. Это будет, скорее всего, стратегией на следующие 5-6 лет. В зависимости от того, что будет эта стратегия предполагать, выход за пределы Москвы и Санкт-Петербурга или не выход за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, развитие в сторону более усиленных инвестиций в продажи поддержанных автомобилей или умеренное развитие в этом сегменте. Отдельное может быть развитие каких-то других сегментов авторынка. Вот все, что Татьянина команда придумает и сможет защитить перед советом директоров и станет новой стратегией. Тогда в результате мы поймем, сколько денег нам нужно на реализацию этой новой стратегии, и мы готовы будем выйти на рынок со следующим предложением. Мы сейчас вот такие, с такой прибылью, с таким долгом, мы лидеры рынка и так далее. Мы хотим быть еще больше, мы хотим, допустим, выйти в регионы, мы хотим иметь намного более низкий долг и так далее. И вот эту стратегию когда мы принесем. Но здесь важен второй фактор, о котором я говорю. Второй фактор – это рынки должны быть готовы. Сейчас рынки не в том состоянии, чтобы по достоинству оценить любое публичное предложение, которое может быть сделано, что результируется, естественно, в низких мультипликаторах, если выходить сейчас на рынок, и в низкой ликвидности вообще инвестиционного рынка. Поэтому стратегия и второе – рынки должны быть готовы нас принять. Пожалуйста. Михаил Калинин, новости автобизнеса. Вопрос к Игорю Малерову. Все-таки не совсем понятна причина вот именно такого решения. Компания «Пеликонавта» – одна из авторитетнейших компаний на рынке была. 20 лет истории, то есть очень замечательный путь развития. Можно сказать, патриарх российского автомобильного бизнеса, и тут вдруг такие события. Вот вы начали говорить, сказали, что думали о стратегии, стратегии развития, и что в итоге получается, что вы пришли к выводу, что самостоятельного развития для компании вы не увидели, то есть дела настолько плохи в компании, на рынке, что пришлось пойти на этот шаг. Вы знаете, у каждого человека тоже есть своя стратегия развития, да, и как бизнесмена в том числе. И кто-то там считает о том, что я всю жизнь буду генеральным директором, буду, не знаю, там, владельцем, там, да, и вот этот вот бизнес, который я построил на века, передам там своим детям и так далее. Но таких компаний много на рынке. И есть компании, которые образовывались, может быть, и раньше нас. Вопрос в том, что насколько эффективно, там, да, можно дальше развиваться, да, потому что, например, у нас нет возможности, там, кого-то присоединять, там, да, или у нас нет возможности, финансовых возможностей для того, чтобы кого-то откупать, да. Поэтому, опять же, кризисное явление абсолютно правильно, да, то есть последние годы это работы на банке, да, после привлечения, там, инвестиций и всего остального. Поэтому я вот смотрю для себя, там, да, а как мы будем дальше развиваться. Ну, либо мы будем также вот бежать уже в неком флете, да, то есть работая с теми марками, которые есть, либо вот есть стратегия о том, что мы можем пойти дальше, пойти вперед, да. Ну, понятно, что мы, например, не сможем стать публичной компанией, да, или мы не сможем объединиться с каким-то, там, из крупных международных игроков, потому что мы слишком маленькие для этого, неважно, сколько, там, лет назад мы вышли на рынок. Соответственно, нужен те, кому, если есть такая возможность, если приглашают, да, с кем можно объединиться, потому что мы, в принципе, не выходили на рынок, там, да, мы не выходили на рынок, там, с глобальной продажей, что давайте мы будем продавать. Мы выходили на рынок, точнее, мы... Вы были инициаторами этой сделки, да? В процессе, нет, в процессе, эта сделка возникла в процессе нашего общения, да. Разговоров было всяких, там, много за последние годы, там, и эти нас покупали, и другие, не буду называть, там, название компаний, там, да, ну, все-таки это подтверждает то, что, наверное, «Пеликонавт» – интересный актив. Еще раз я говорю, что я здесь рассматриваю не только развитие, там, бренда «Пеликонавта», да, я не считаю, что, то есть это можно сделать, ну, да, наверное, там, поддерживать на уровне маленькой семейной компании, да. Мне интересно пойти немножко дальше для моего развития, для моей фазы развития. Миша, ну, «Патриарх» все-таки, наверное, «Рольф»? Ну, один из «Патриарх» признанный. То есть, ну, я ответил на ваш вопрос, вы понимаете, да, то, что есть вот вопрос того, что вот есть вот компания, да, она существует, передам ее сыну, дочке, там, и точка, там, да, вот, но есть возможность быть в другой компании, в более мощной компании, в другой совершенно корпоративной культуры, которая имеет долгосрочную стратегию развития, а не вот вопрос поддержания. То есть, подводя итог этого спича, вы довольны сделкой? Я довольна сделкой, конечно. Это очень важно, да. Я бы не пришел сюда, я бы не пришел сюда, или меня привели. Да, то есть вынужденная, уже не оставалось что-либо делать, вы довольны этой сделкой? И мне еще вопрос к вам, Игорь, тоже хотел спросить. Вы говорили, новый качественный этап развития авторынка сейчас должен происходить, да, укрупнение слияния. Об этом этапе говорили еще два года назад многие эксперты, я слышал эти слова. Но мы почему-то этих сделок по слиянию, по поглощению практически не увидели. Может быть, одна сделка в прошлом году, 2016-й, вот стартовали вы, можно ли думать или рассчитывать на то, что в 2016 году мы увидим целый ряд сделок? Вот что вы видите, что вы ощущаете? Ну, вы знаете, во-первых, здесь надо понимать действительно, что сделки по слиянию могут проводить компании, которые имеют достаточно близкую корпоративную структуру, прозрачность на рынке, да, прозрачность друг для друга и так далее. И было, опять же, несколько этапов. Были этапы, когда там на уровне 2007-2008 года, когда приходили, там, когда ИЧК приходил, да, приходили другие компании, покупая компанию, входя на российский рынок. Потом было некое затишье, да, и на сегодняшний день вот мы открываем, как бы делаем такую сделку слияния, которое, я считаю, что это действительно такой некий качественный этап в развитии автомобильного рынка, потому что крупная компания, она интересна всем и производителям, и банкам, и рынку, в принципе. А вот насколько сегодня кто-то готов пожертвовать своими амбициями, да, для того, чтобы прийти в объединенную компанию, там, на миноритарную долю после того, как являться, вроде бы, последние, там, 10-20 лет, там, единоличным собственником, ну, это уже зависит как раз от человека, да, от владельца, да, потому что может быть много владельцев, один согласен, другой не согласен, там, да, ну вот, у меня, к сожалению... А вы ожидаете какого-то роста числа таких сделок по слиянию или нет, по поглощению? Здесь, на мой взгляд, два тренда, которые нужно учитывать при ответе на ваш вопрос. Первый – это общее сокращение количества дилерских центров. Если я не ошибаюсь, в прошлом году было на пике больше трёх тысяч дилерских центров. Четыре с лишним. Спасибо, Татьяна. Я немножко отстал от жизни. Четыре с лишним тысячи дилерских центров в России – это перебор. Это перебор. При этом, если посмотреть на долю этих компаний, они все очень маленькие. Рынок чрезвычайно фрагментирован. Как мы все знаем из теории, высокая фрагментация является основной из предпосылок для слияния поглощений на рынке. Второй фактор – это экономическое положение в авторитейле. Экономическое положение 90% участников сейчас такое, что они перекредитованы, они не знают, как обслуживать даже свой долг, не то, что как его возвращать. И это тоже будет подталкивать их к поиску каких-то решений либо к продаже бизнеса, либо к вхождению в какие-то более крупные холдинги. Поэтому я считаю, что в ближайшие два-три года количество слияний поглощений будет значительно больше, чем раньше. Спасибо. Предлагаю два еще вопроса. И вот этот блок… А, ну тут очень много руки. Как вы, Игорь или Татьяна, еще даем право, да? Пожалуйста, задавайте тогда. Коллеги, коллеги, коллеги. Да, вот уже, да. Сергей… Сергей Баранов не услышал. И работает, работает. Сергей Баранов, автобизнес-ревью. Несколько вопросов. В продолжении вопроса Михаила хотел бы спросить, Игорь Юрьевич, может ли назвать сумму долга компании перед кредиторами? Во-вторых, хотел бы попросить все-таки рассказать вас о системе управления, как все это будет выглядеть, какую роль будете вы выполнять в управлении объединенными активами. И в-третьих, хочу спросить, будет ли роль реализовывать свою давнюю стратегию по уплотнению? То есть будете ли вы на базе дирижских центров «Пеликонавта» открывать какие-то дополнительные салоны? Видите ли вы такую возможность? Спасибо. Андрей Юрьевич, Игорь Юрьевич, Игорь Юрьевич, Игорь Юрьевич, и вы можете сказать, что долг, который имела в данном случае группа компании «Пеликонавта», он в два раза ниже стоимости тех основных средств, которые мы имели. Так, чтобы было понятно, да? Что касается моей роли, ну, здесь интересная достаточно вещь, потому что есть действительно стратегия развития, да, и, по-видимому, все-таки акционеры занимаются вопросами стратегии развития, да. Я готов всю необходимую помощь, которую нужно менеджменту оказать в развитии дальнейшей компании, если я буду нужен, они меня будут в этом привлекать. Но, в принципе, сегодня основной вопрос – это работа над стратегией развития, и задачи у нас здесь есть. Игорь, в принципе, об этом говорил, да, то есть надо… в этом направлении надо смотреть. Что касается вопроса, там, коммунальных квартир и так далее, ну, это вот… Почему? Русский. Теперь следующий вопрос, второй – что делать? Конечно, мы уже начали стратегию использования коммунальных квартир. Вы, наверное, видели воплощение этой стратегии за последние два года. Мы бы очень хотели продолжать эту стратегию, но здесь всегда есть нюанс переговора с производителем, поэтому если нам удастся договориться, конечно, мы будем привлекать другие бренды на существующие локации. Это очень прибыльно, это выгодно с точки зрения потребностей клиента. Клиенты знают эту локацию. Конечно, на одном и том же дельском центре иметь возможность приобретать новые бренды, конечно, для клиента это тоже дополнительная возможность, и мы, конечно, такую возможность будем пытаться предоставлять. С точки зрения структуры, Игорь уже сказал о своем качестве, я буду являться генеральным директором компании «Пеликанавто». Все, что касаемо дальнейшей структуры работы в компании, очень много вопросов у моих сотрудников сейчас, что будет с нами, это, наверное, резонные вопросы, потому что прецеденты обычно говорят о том, что приходит новый собственник, и все старые сотрудники практически в течение одного месяца покидают компанию. Сразу говорю, что мы не планируем разрушить до основания, а затем мы планируем все лучшие практики, которые есть в «Пеликане», оставить, все лучшие практики, которые есть в «Рольфе», инсталлировать в действующую структуру, поэтому планируем, знаете, сделать такой микс сотрудников «Пеликана» и «Рольфа», и, возможно, часть сотрудников «Рольфа» перейдут работать в «Пеликан», а часть сотрудников «Пеликана» как раз перейдут работать в «Рольф». Алексей Громадчиков, журнал «Эксперт». У меня такой вопрос. Сейчас очень непростые времена на автомобильном рынке. Вот в целом, что вы думаете, нужно делать дилерским сетям, чтобы сейчас выжить? Какие наиболее перспективные направления развития бизнеса сейчас вам кажутся? Давайте… Я думаю, что это я отвечу, но чуть уже, когда блок будет, по подведению итогов, там об этом поговорим. А дальше? А дальше? Мы об этом поговорим? Татьяна Луковецкая ответит, да, по рынку. А вот по структуре сделки. Вы хотели задать вопрос. Вот, пожалуйста. Журнал «Автомобильный транспорт» Валерий Васильев. Я хотел, видимо, у меня вопрос к Светлане Виноградовой. Вот эксперты прогнозируют, что в этом году будет дальнейшее падение объемов продаж автомобилей где-то от 5 до 15%. Что вы можете сказать, какие вы планируете достичь результатов по итогам года в объединенной структуре? Ну, хотя бы в процентном отношении. Меня сейчас не интересуют абсолютные цифры. Давайте тоже перейдем ко второму блоку, когда мы будем говорить о рынке и Светлана ответит. Хорошо? Спасибо. Есть еще вопросы по структуре сделки. к Игорю Малярову и к Игорю Солете. Остались еще темные... Да, пожалуйста. Долг будет учитываться при определении пакета вашего в Рольфе? Да, конечно. То есть за вычетом долга? Наша цена, это тоже за вычетом долг. Долг. И Рольфовский. Здесь соотносится стоимость бизнеса, да, с учетом долга. Соответственно, получается... Наш денежный поток минус долг, это наша цена, соответственно, для «Пеликана» и потом пропорция. Мы понимаем, какая сейчас ситуация на рынке, и сделки, безденежная сделка M&A на рынке, где каждый мечтает получить за активы все-таки здесь и сейчас, говорит о высоком уровне доверия, ну, компании роль в том числе. А доверие в бизнесе, в обществе, как вы догадываетесь, играет огромную роль для успеха, так сказать, дальнейшего предприятия. Все, спасибо. То есть вопросов по структуре сделки пока нет. Если будут, не стесняйтесь, задавайте вопрос. Ну и следующий блок. Татьяна Луковецкая, генеральный директор компании «Рольф», Татьяна, прошу вас, 2015 год, как стартовали в 2016-м. Так, я хотела немножко сказать про сделку, ну, ладно, я скажу это, как это говорится, в теме моего выступления. Добрый день всем. Меня слышно? Отлично слышно. Отлично. На протяжении трех лет компания «Рольф» показывает динамику, обратно пропорциональную динамике рынка. Как вы знаете, два года подряд мы росли в пику падающему рынку. В прошлом году мы упали, мы не смогли уже сдерживать, наращивать свой рост, но при этом мы упали ниже рынка. Мы реализовали 62 500 новых автомобилей и 22 400 автомобилей с пробегом. Тем самым, упав по новым машинам на 31%, по автомобилям с пробегом всего на 9%. В автомобиле с пробегом мы увидим свой стратегический потенциал. Я буду говорить об этом чуть дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Нам удалось сохранить лидерство практически во всех брендах, нарасти в свою долю. Наша общая рыночная доля достигла 5% по России и выросла. Идем дальше. При этом мы, как Игорь говорил, постоянно реализовываем свою стратегию. То есть, итог нашей работы за 2015 год и то, что мы продолжаем делать в 2016 год. Кстати, для справки, рынок января – минус 29, роль плюс 10 по новым машинам. Итог февраля – мы плюс 2. Вчера закрылись, рынок еще не знаем. Посмотрим. То есть, мы продолжаем, реализовывая нашу стратегию, наращивать свою долю рынка. Итак, в 2011 году, как говорил Игорь, мы защитили нашу стратегию. Что это, прежде всего, означало? Это означало развитие премиального сегмента, потому что в 2008 году доля премиального бренда у нас была ниже 5%, в 2015 году она уже приблизилась к 26%, поскольку в кризис премиальный сегмент всегда более устойчив. И второе в массовом сегменте – это наращивание доли производителей, которые имеют сборочное производство на территории Российской Федерации. В последние годы также очень важно среди этих производителей учитывать долю локализации. Чем выше доля локализации, тем устойчивее производитель на рынке. Можно назад чуть-чуть? Поэтому матрица, по которой мы исследовали возможные компании для сделок и Pelican, она совпала просто идеально, потому что бренды Skoda и Nissan имеют высокую степень локализации. Они открыли производство двигателей и коробок на территории Российской Федерации, это значит, что там будет объем. А BMW – это премиальный сегмент, который, как говорится, всегда был устойчив, показывает хорошие результаты. И тоже с российским производством. И тоже с российским производством, что, собственно говоря, характерно и очень поможет нам в реализации флитовой нашей стратегии. Кстати, хочу сказать, что по прошлому году наша доля флита подросла, за что спасибо нашей флитовой команде достигла 25%. Дальше. Итак, если смотреть на пункты по реализации нашей стратегии, что мы сделали? Мы реструктурировали наше предприятие на сегодняшний момент. Компания «Рольф» состоит всего из четырех юридических лиц и работает по филиальной системе. Мы реструктурировали наши долги и расходы. Мы не можем сейчас озвучивать наше финансовое состояние, но могу сказать, что прибыль, которую мы заработали и будет объявлена после аудита нашего МСФО, она выше, чем в 14 году, и долговую нагрузку нам также удалось сократить. Наше соотношение долгов и беда будет лучше, чем в 2014 году. Мы успешно завершили все недострои. Мы успели, открыв дилерские центры преимущественно премиальные. Хочу сказать о том, что наша стратегия реализации коммунальных квартир продолжилась в 2015 году. В октябре месяце мы открыли второй «Хюндай» в Санкт-Петербурге. Итого у нас теперь шесть дилерских центров «Хюндай», четыре в Москве и два в Санкт-Петербурге. И также в декабре мы открыли первый российский бренд в компании «Рольф» УАЗ на Алтуевском шоссе. Очень уютный шоу-рум. Милости просим, приезжайте, посмотрите. Дальше. Стратегии развития премиальных брендов действительно у нас реализованы. Мы очень рады, что бренд BMW сейчас к нам добавился. В массовых брендах мы концентрируемся на высокую долю внутреннего производства. И в этом году нас ожидает новость. У нас будет Рено в Москве. И также наша стратегия кумулятивной маржи, которую мы с 2012 года, по-моему, внедряем, она показала свою жизненность и успех на рынке, что мы надеемся, применив в компании «Пеликан», улучшим нашу эффективность. Поэтому прошлый год, несмотря на такие турбулентные влияния на рынки, показал нам, что постоянный поиск возможностей для зарабатывания денег, он оправдан. И реализация стратегии кумулятивной маржи, и правильное распределение усилий позволяет, конечно, чувствовать себя даже на таком турбулентном рынке очень уверенно. Дальше идем. Теперь смотрим на сервис. Вы знаете, что особенно в кризисное время ситуация с сервисом очень важна. Сервис – наш кормилец. Что у нас было в 2015 году? Мы упали по норме часа. Мы в Москве и в Санкт-Петербурге. Падение по норме часа в массовом сегменте было на 1% выше, чем премиальным. По реализации мы не упали. Здесь работал фактор инфляции и цена на запасные части, которая поднималась неоднократно в течение прошлого года. При этом по массовым брендам мы незначительно упали, по премиальному сегменту мы возросли. Если говорить о сервисе, то мы измеряем нашу эффективность таким показателем, как absorption rate. Не знаю, слышали такое, нет? Это насколько все затраты предприятия покрываются прибыльностью от сервиса. То есть если завтра вдруг вы не продадите ни одного автомобиля, насколько вы здоровы. Вообще считается, что предприятие здорово, если это доля, где-то 0,8, то есть 80% покрывается. У нас она приближается к единице, поэтому мы очень устойчивы. И наша задача сейчас стратегическое удержание клиентской базы. Клиентская база Рольфа – 1 миллион клиентов. Она историческая, нам 25 лет в этом году. Присоединив сейчас с Пеликан, мы еще увеличим эту базу. И поэтому насколько грамотно мы сможем удерживать клиента по этому жизненному циклу автомобиля, в этом залог нашего успеха. Идем дальше. Теперь финансовые услуги. Я хочу передать слово Виталию Павловскому, который расскажет о том, чего мы там делаем. Я не буду вас долго утомлять своей работой. Исполнительный директор компании Рольф. Да. На самом деле график показывает, сколько мы автомобилей продали в кредит. И очень показательно, что в начале прошлого года, в январе, очень сильно снизилась доля продаж в кредит. И, соответственно, продажи упали и продажи в кредит упали. Если вы помните, мы в прошлом году встречались и говорили, что нам очень нужна государственная поддержка. Как раз вот очень видно, в апреле она началась. Свершилась. Да, свершилась. И, собственно, тут же пошли продажи вверх. С точки зрения кредитов это видно. А с точки зрения суммарных продаж мы уже уверенно говорим, что эта программа была эффективна. И она не дала упасть рынку настолько, насколько рынок мог бы упасть, если бы этой программы, собственно, не было. Можно следующий слайд. Соответственно, доля продаж в кредит у нас, как вы видите, относительно стабильна. В 2015 году, как раз за счет снижения в начале года, она чуть-чуть упала. Но сейчас, собственно говоря, начинает восстанавливаться. И мы планируем, что она будет на уровне 2014 года. В 2016 году, опять же, нижний график подтверждает мои слова, что господдержка, она в данном конкретном случае была одним из самых эффективных инструментов. И мы очень рады, что правительство относительно быстро приняло решение о продолжении этой программы. В 2016 году мы практически не почувствовали того, что программа 31 декабря закончилась. Она тут же возобновилась. И что? Да, ну мы, безусловно, говорим о том, что порог на стоимость автомобиля должен быть увеличен, и, видимо, это произойдет хотя бы до уровня изменения цен с точки зрения инфляции. Следующий слайд, если позволите. И реализуя концепцию кумулятивной маржи, мы очень много внимания уделили финансовым услугам. Как вы видите, наша выручка неумолимой и постоянно растет, если относительно на один автомобиль. Мы, к сожалению, откатились назад, но у нас была цель такая, достичь американских показателей, где тысяча долларов на один автомобиль. До тысячи долларов, как вы понимаете, нам теперь далеко, но динамика присутствует. Соответственно, что мы для этого делали? Понятно, что КАСК снизилась, то есть по КАСК люди действительно стали страховаться меньше. Для того, чтобы поддержать этот уровень, страховщики делали специальные программы, которые снижают эту стоимость страховки. Мы же должны были зарабатывать и как-то реализовывать. первый график, который, собственно, был и в факте, и в плане, я имею в виду верхний, то есть увеличивать маржинальность своего бизнеса. Поэтому мы сосредоточились на дополнительных продуктах. И если КАСК как базовый продукт у нас падал, то все остальные продукты существенно выросли. Вот, собственно, то, чем мы занимались. И вот у нас там цифры есть, цифры говорят о том, что несмотря на то, что стоимость автомобиля выросла на 18%, эффективность выросла на 31%, то есть где-то мы что-то поработали. Это не только инфляционные вещи, помогли нам заработать чуть больше денег. Вот я похвастался сколько мог. Спасибо вам. Достаточно интересно. Да, Татьяна. Да, продолжаем. Следующий слайд, который называется «Поле непаханное». Я бы назвала это так. Я не перестаю говорить о том, что наш авторитейл, мы уже находимся в этом периоде трансформации, ожидает очень быстрая трансформация. Причем сдвиги будут тектонические. Если раньше весь наш бизнес и вся философия, она была прицеплена к штуке новой, то есть к новой штуке ты цепляешь кумулятивную маржу в виде финансовой услуги, дополнительного оборудования, сервисного обслуживания трейд-ина, то сейчас автомобиль с пробегом выходит на совершенно новый, качественно новый уровень важности для бизнеса вообще и для дилерского бизнеса в частности. Почему? В прошлом году было реализовано 1,6 миллионов новых машин. Вспоминаем, да? При этом было реализовано 4,9 миллионов автомобилей с пробегом, из которых на долю дилеров приходится процентов 9, по-моему, если мне не даст память соврать. В Москве и Питере, конечно, доля чуть-чуть повыше, но этот рынок находится в тени. Этот рынок находится в компаниях таких, как там Автору, Авито, из рук в руки и прочее. И наша задача сейчас, когда продажи новых машин падают, увеличить долю автомобилей с пробегом, и стратегический КПА, который мы ставим в стратегии и будем защищать, это 2 к 1. То есть на один новый автомобиль продавать 2 подержанных, при этом сохранив лидерство в новых, потому что, в принципе, конечно, можно сейчас перестать продавать новые машины и тут же этот КПА поднять. Но это никому не нужно, это неинтересно. Результаты февраля по автомобилю с пробегом по сравнению с прошлым годом, напомню, мы выросли на 2% в новых машинах, в машинах с пробегом мы выросли на 49%. Казалось бы, да, в полтора раза как ноль, но все равно ничтожно мало, потому что на сегодняшний момент мы продаем 0,4 машины с пробегом к одной новой. Нам нужно перевернуть эту парадигму и продавать 2 к 1. Мы исследуем западный опыт, мы постоянно ищем новые технологии, мы понимаем, что это произойдет не завтра, но это достаточно такая серьезная вещь, которая позволит нам больше зарабатывать и быть достаточно гибкими. Давайте дальше, пожалуйста. Вот смотрите, действующая модель бизнеса автомобилей с пробегом. 75% во всех наших сделках – это трейды. Выкуп, включая комиссию, всего лишь 16. Мы упускаем 84 человека из 100, которые приходят к нам и хотят продать автомобиль, потому что мы не можем договориться о ценах. И всего лишь 9% так называемый внутренний трейды. То есть это обмен машины с пробегом на машину с пробегом. Если нам удастся, не так, когда нам удастся, вот это вот 9% довести до процентов 40, вот тогда мы поймем, что мы сделали прорыв и сдвинули вот эту вот пирамиду. Что нам для этого нужно? Для этого мы используем всевозможные инновации. В частности, 29 февраля у нас был очень знаковый день, не только совершилась историческая сделка по слиянию с компанией «Пеликан», но также заработал наш онлайн-аукцион, который позволяет прямо и открыто совершать торги. Первоначально это работает по схеме B2B, то есть этот аукцион для наших партнеров. Мы выставляем машину, и партнеры, которые хотят у нас ее купить, выкупают ее по цене, по принципу, кто дал больше. Ну давайте, все честно открыто. Следующий этап, и мы считаем, что это по нашему плану должно случиться в апреле, мы сделаем аукцион C2B, то есть любой клиент, включая вас, уважаемые партнеры, может поставить свой автомобиль на этом онлайн-аукционе, и честно рынок сам скажет, сколько этот автомобиль будет стоить. Чем хороши мы для этого официального дилера? У нас есть база, у нас есть сервисная база, у нас есть профессиональные диагностики, которые могут сделать диагностику, и плюс к тому, что мы официальные дилеры, мы отвечаем за качество, и мы отвечаем за то, как этот автомобиль будет ездить в дальнейшем, и можем предоставить комплекс сервисных услуг. Тем самым реализуется программа кумулятивной маржи в автомобиле с пробегом. Также «Рольф» в январе запустил вместе с компанией «Юникредит», Виталий не даст меня соврать, программу «Рольф Селект», это первая на рынке программа финансирования автомобиля с пробегом под комфортный кредит в 17%, и первоначальный износ в 15%. То есть это также даст возможность нам привлечь дополнительных клиентов и вывести этот бизнес автомобиля с пробегом на совершенно иной качественный уровень. Здесь показана динамика о том, как мы росли. Когда мы начали это всё в 2011 году, наша доля трейдин была всего лишь 12%, по 2015 году она уже 36%, сейчас она превышает 40%, по-моему, 42% у нас по февралю была, вчера как раз сводки сводили. Это среднеевропейский. То есть, в принципе, там нам ещё где-то процентов 8 тянуть, и мы уже достигнем 50%. Это уровня хорошего европейского бизнеса. Но рост доли внутреннего трейдина, несмотря на то, что мы выросли в два раза, с 4 до 9, он недостаточен. Вот здесь нам нужно дотянуть также наш KPI до 40%. И это наша стратегическая роль и возможность заработать деньги на текущих условиях. Идём дальше. А дальше у меня спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Очень оптимистичные планы, и надеюсь, они будут исполнены, уверен, что они будут выполнены. Пожалуйста, вопросы. Прошу вас. Ну, в принципе, я громко говорю. Да, у вас отличный голос. Представьтесь. Михаил Берников, первый неофициальный. Вот хотелось бы по поводу маркетинговых инструментов. Было сказано именно увеличение продаж именно автомобилей с пробегом. Какие это будут? Особенные маркетинговые инструменты в этом плане? Взаимодействие какое-то отдельное с рекламными СМИ, либо увеличение, либо какое-то вот такое нововведение в этом плане? Спасибо. Я думаю, Елена Московская. Спасибо большое, что столько внимания уделяете нашему такому большому проекту. Разумеется, у нас очень много инструментов, которыми мы пользуемся. Елена, лицо. В конце этой пресс-конференции, насколько я знаю, вы увидите наше гениальное творение, наш ролик про автомобили с пробегом. Это тоже новое слово в продаже автомобилей. Мультиками никто еще такие автомобили не продавал. Мы это пытаемся делать. Разумеется, мы, как Татьяна Марковна сказала, запустили аукцион, который будет работать не только для B2B, но и будет работать для конечных клиентов, которые не хотят по каким-то причинам отдавать автомобиль нам, но попытаются продать его самостоятельно. Ну и, разумеется, все те современные технологии, которые на сегодняшний день на службе у маркетинга есть, мы ими пользуемся. Это и колл-трекинги, и контекстная реклама. Ну и новые технологии в банкинге. Мы пользуемся первыми, наверное, на рынке оплатой автомобилей по кредитным картам. Этого нет еще ни у кого. При этом мы не возлагаем ответственность за комиссию банку на клиента. Это все происходит за счет Рольфа. Здесь мы тоже пионеры. Поэтому технологий очень много, время будет двигаться, и мы, соответственно, будем брать у рынка лучшее. Спасибо. Это была Ивина Московская, директор по маркетингу. Да, пожалуйста, вопросы. Европин Дмитрий Моторпейдж. У меня два вопроса. Первый вопрос, собственно, по вторичному рынку. Цена маркетинга сказала, что ваша задача – довести долю внутреннего трейдинга до 40%. А до каких процентов вы хотели бы довести долю выкупа с учетом комиссии? Вы сказали, что вы упускаете 80% клиентов. И каковы ваши планы? Что вы соберетесь сделать, чтобы их не упускать? Спасибо за вопрос. Первый – это аукцион. Я отвечаю с конца. Потому что сейчас мы их упускаем. Загнав этот трафик через аукцион, мы рассчитываем, что будем снимать где-то процентов 50 еще с этого трафика. Если говорить о выкупе, вот он там и будет выкуп. То есть, в принципе, это будет выкуп, комиссионная схема. Главное, что рынок должен сам регулировать ценообразование. Вот это вот очень важная вещь. До какого процента? 50. До 50. И, собственно, второй вопрос, он уже по поводу прогнозирования рынка, оценки рынка. Как вы оцениваете качество аналитики на данный момент на российском автомобильном рынке? На какие данные вы, прежде всего, опираетесь? Собственных служб, независимых аналитических структур? Судя по всему вам хотят предложить качественную аналитику. Вы хотите предложить или воспользоваться нашими? Вот у меня вопрос. Нет, я хочу узнать, что для вас наиболее значимо при оценке происходящего на рынке. В условиях турбулентности, наверное, качественная аналитика имеет значение. Чьей аналитикой вы пользуетесь? Кому вы доверяете? Вы знаете, в условиях турбулентности, как сказала Ирина Хакамада, по-моему, в условиях хаоса надо мыслить хаотически. И стараться неконтролируемый хаос перевести в контролируемый хаос. Поэтому любой аналитический прогноз, он сейчас должен пройти определенную, я бы так сказала, скептическую оценку. Никто не знает, что будет. Хочу сказать, что у нас очень сильный аналитический отдел в Рольфе. Всегда наши прогнозы попадают плюс-минус 5%. И также мы, конечно, очень плотно сотрудничаем с Автостатом и пользуемся их аналитической базой, потому как это очень профессиональные ребята. Пожалуйста, еще вопросы. Тогда у меня вопрос по поводу прогноза как раз. Вы ни слова не сказали о своем прогнозе на 2016 год. Сколько надо? Да, сейчас, секунду. Правительство уже регулярно с прошлого года еще пытается понять, дно или не дно. Судя по вашим словам, в Рольфе нет кризиса. Рынок минусует. По вашей оценке он достиг дна или нет? Нет. Емко, да? А и следующий вопрос. Он безумно интересен уже в данном случае как потребителя. Мы адресуем его всем участникам сегодняшней пресс-конференции. Это цены на автомобили. Мы сегодня говорили о девальвации рубля. Мы знаем, что рубль девальвировался значительно. Если посмотреть на ценник в автосалонах, он не изменился с такой скоростью в сторону повышения. Значит ли это, что в 2016 году мы увидим более высокие цены на автомобили? Я начну с Игоря Гавриловича. Я могу так же, как Татьяна, ответить емко, да. Но лучше не емко, а с какими бы цифрами и пояснениями. Пояснение очень простое. Рубль потерял по отношению к доллару. А именно в долларах в основном импортные цены исчислялись импортерами. Потерял больше 100%. То есть упал больше, чем в два раза. А цены на автомобили поднялись пока что в дилерских центрах на 30% в среднем получается. Да, мы понимаем, что по-разному цены поднялись. Цены поднялись на локализованные автомобили немножко меньше, на импортные немножко больше, в среднем 30%. Тем не менее, мы все понимаем, что эту разницу сейчас компенсируют импортеры, производители, дистрибуторы. Как долго они смогут это делать? Сейчас они уже больше года, по сути дела, спонсируют цену на довольно низкую цену на автомобиль в автосалоне, который вы видите. Это не настоящая цена. Не случайно в прошлом году количество проданных автомобилей, количество зарегистрированных автомобилей отличается почти, что по разному оценкам от 150 до 200 тысяч единиц. Это все автомобили, которые купили приезжие из Белоруссии, из Казахстана, из других соседних республик. Сейчас приезжают люди даже из Западной Европы и ищут пути, как купить у нас автомобили. Но очень дешево. Просто зайдите в автосалон и разделите на текущие курсы. Посмотрите, сколько эта машина стоит в той же Америке, где самые дешевые автомобили в мире, не говоря уже по сравнению с Европой. Поэтому я не знаю, как еще объяснить. Конечно, цены на автомобили будут расти. Отразится ли это на размере рынка? Однозначно отразится. Будет он дальше падать? Конечно, будет. Затронет ли это Рольф и Пеликан? Нет, не затронет. Отлично. Потому что мы, ну посмотрите, мы всего лишь, мы с Пеликаном вместе сейчас приближаемся где-то к 4% от доли рынка всех проданных новых автомобилей. По поддержанным меньше процентов. Ну представляете, рынок может упасть еще в 2 раза, в 3 раза. Это никак не помешает нам продавать больше. Поэтому и прогнозы, и состояние рынка, они, конечно, очень важны. Но самое важное, то, что делает конкретная компания в конкретных условиях, в той географии, в которой она находится. Напомню, что мы работаем в Москве и в Санкт-Петербурге. Поэтому, когда мы говорим об общероссийских цифрах, они не совсем к нам применимы, потому что динамика в Москве и в Санкт-Петербурге отличается. Можем говорить на эту тему бесконечно. Я могу говорить на эту тему час. Татьяна Марковна может говорить два часа. Все зависит от того, сколько времени у вас. Исчерпывающий ответ. Ну, в общем-то, выводы-то неутешительные. Рост цен не избежать. Судя по всему, рост цен будет двузначным по итогам. Я имею в виду в процентах. Не меньше 20%. Никто не знает. Все зависит от финансовых карманов, насколько глубоки карманы у производителей. И мы знаем по прошлому году, что кто-то не выдержал и поднял цены сразу. Эти компании уже на выходе, по сути дела, можно сказать, с рынка. Но те, кто решили вложиться и подержать цену, попродавать машины, по сути дела, в минус, они остаются на рынке. И, возможно, они дождутся лучших времен. Я думаю, что справедливо говорить о двузначных цифрах роста. Ухода с рынка стоит ожидать, я имею в виду уход, как General Motors. Да, это будет продолжаться. Количество и дилерских центров будет уменьшаться, и количество брендов, которые останутся на российском рынке, тоже будет сокращаться. И здесь большое преимущество получат те, кто своевременно инвестировали в российский рынок, в производство, в локализацию, в развитие дилерской сети и так далее. Спасибо. Еще у нас Светлана Виноградова, она частично отвечала на ваши вопросы внутри пресс-конференции. Есть ли, сохраняются какие-то вопросы? Можете задать? Ну и, Светлана, может быть, еще что-то вы хотели бы о новой структуре рассказать? Пожалуйста. По поводу новой структуры, наверное, говорить пока больше не буду. Могу сказать, что поскольку задача нашего бизнеса все-таки максимизация прибыльности, как уже сказал Игорь Гаврилович, все, что мы будем делать в новой структуре, это, конечно, будет направлено на получение максимальной прибыльности. Для того, чтобы эту прибыльность получать, конечно, нам нужны самые профессиональные, самые сильные сотрудники. Поэтому, если мы будем понимать, что какие-то сотрудники не готовы к изменениям, не готовы к новым технологиям, к инновациям, конечно, буду откровенны, мы с этими сотрудниками будем расставаться. Если мы по-прежнему будем все-таки думать о том, что цель любого бизнеса – неудержание любых сотрудников занимать лидирующие позиции, мы, конечно, будем лучших людей с рынка собирать для работы в нашей новой компании. И, конечно, в первую очередь будет отдаваться предпочтение не столько профессионализму в области автомобильного бизнеса, потому что сейчас новые тенденции, они говорят о том, что, поймите меня правильно, иногда опыт играет в злую шутку, иногда мешает в достижении каких-то результатов. Будем в большей степени ориентироваться на какие-то профессиональные качества конкретных сотрудников. Поэтому, если у вас есть друзья, коллеги, знакомые, родственники, которые хотят достичь каких-то карьерных высот, могу сказать, что вот нынешнее время, многие его ругают, мы воспринимаем с благодарностью, отчасти с благодарностью, конечно, потому что в том числе это время больших возможностей. Поэтому, если у вас есть амбициозные люди, пожалуйста, звоните, пишите, адрес электронной почты моей вы получите в конце, мы с удовольствием с вашими друзьями встречаемся. С точки зрения прогнозирования, хотела два слова сказать. Вы знаете, почему-то очень много говорят о автомобильном рынке с точки зрения продажи автомобилей новых. Мы как раз говорим о том, что слились две компании, и цель этих компаний – максимизация прибыльности с точки зрения всех видов деятельности сегодняшнего центра. Могу сказать, что, несмотря на столь внушительное падение по объему продаж в прошлом году, компания «Рольф» не только не уронила свои показатели по прибыльности на общем рынке. Да, но вы знаете о том, что рынок упал на 46%, штуки новых автомобилей по «Рольфу» упали на 31%. С точки зрения прибыльности наша компания заработала в 2015 году больше, чем позапрошлом. Официально еще данные будут подводиться, но я могу сказать, что поскольку это на уровне нашей стратегии, я просто уверена, что и в 2016 году мы заработаем больше. Конечно, будем подводить итоги, наверное, уже в 2017 году, это, наверное, будет в мае, но еще 2 марта могу сказать, что эта цифра будет однозначно больше, чем результаты 2016 года. Поэтому прогнозирование – дело неблагодарное, и здесь, наверное, очень важно как можно больше, как можно меньше внимания, ключевое слово «меньше» уделять каким-то прогнозам, не смотреть на то, что происходит за окном, а в большей степени концентрироваться на улучшении качества обслуживания клиентов, на новых процессах, на новых технологиях, которые, несмотря на, может быть, негативную ситуацию на рынке, будут позволять нам все-таки занимать лидирующие позиции по всем брендам и продавать больше автомобилей, и предоставлять нашим клиентам все более и более новые и интересные услуги. Светлана Виноградова, руководитель нового подразделения «Пеликана Авторольф». Я так понимаю, уже вопросов не осталось? Да, пожалуйста. Я на ценовой газет «Коммерсант». Расскажите, пожалуйста, какие бренды вы бы еще хотели заполучить себе в портфель, и вообще на фоне кризиса какие бренды высокомаржинальные сейчас, которых у вас нет? Я, пожалуй, отвечу. Как Игорь Гаврилович начал говорить, он сказал, что среди 20-ки топ-20 есть еще несколько, вы можете методом простого исключения их, Яночка, найти. Я просто не хотела бы честно сейчас озвучивать. Да, Игорь Гаврилович, он начал. Да, это будет некрасиво и неуважительно по отношению. Мы любим всех. Мало того, какие бренды являются прибыльными, так тоже сравнивать нельзя, потому что это все относительно. Есть, извините, бренды, которые прибыльные в одной компании и обычно в другой. Все зависит от того, как ты подходишь к философии вот этой сделки, а именно, извините за тавтологию, кумулятивной маржи. Если ты работаешь по методу кумулятивной маржи, то любой бренд у тебя будет прибыльным, вне зависимости от объема, как ты будешь им играть. В кулуарах потом я могу рассказать вам подробнее про бренды, а так любой бренд может быть прибыльным, если с ним грамотно работать. Спасибо, Татьяна. Я думаю, все мы можем поблагодарить за открытость, за содержательный разговор, топ-менеджер, телеканатный роль. А сейчас самый приятный мультфильм, обещанный Еленой Московской, и фуршет. Хорошо, да. Коллеги, да, как известно, нам кто-то сказал из мудрейших, что творчество – это один из последних легальных способов получить нечестное преимущество в конкурентной борьбе, да, но нечестное в кавычках. Поэтому посмотрим и милости просим общаться со спикерами в кулуарах, там вкусное, выпьем шампанское. Спасибо. Сидоров Иван Васильевич захотел продать машину, ласточку свою родную, чтоб купить себе другую, помощней и посолидней, чтоб у женщин вызвать трепет. Объявление утром рано разместив на сайте нужном с фотографией большой, где машинка вся сияла и желала новой страсти, где была не одинока, их таких на сайте тысячи. На стекле автомобильном Сидоров приклеил буквы, из которых выходило, что машина отдается в руки добрые за деньги, мол, не мешкая, звоните и быстрее забирайте. Началась пора там ленья, неприятного общения, было даже оскорбление. Ночью кто-то из звонивших обозвал коня ведром, ну а самого Ивана трудового ветерана с сердцем, где уже три раны, жадным мелочным жлобом. Потерял покой Васильевич, стул испортился и нет. Каждый третий покупатель увлекал его в трущобы, чтобы там, во мгле холодной, где живут автоэксперты, ласточку его внюхать, газу дать и подытожить, что Иван Васильевич должен скидку дать и не бодаться. В общем, довели Ивана. Он решил пойти навстречу вымогателям настырным и отдал коня не глядя. Потеряв при этом деньги, да и времени немало, месяц длилась эпопея. Залечив на сердце рану, Сидоров вскочил с дивана, где провел все выходные, поминая свой фиаско, и полез по сайту снова. Ласточки, ища замену, где торгуют разным ломом и граблями для бывалых. Долго-дорого, опасно, он блуждал по объявлениям, колеся по подворотням и торгует, чтоб дешевле. Но в итоге выбор сделан. Сидоров разбил копилку, в долг занял большие деньги, и вложив остатки суммы, что лежали от продажи прежнего коня родного, он купил себе машину. Да, сверкало, словно яйца с логотипом Фаберже. Как уже вы догадались, счастье быстро растворилось. В горькой правде, что открылось с извещением о залоге, в коем числилась машина, гарантируя кредит. Ну а дальше все по пунктам. Тачка битая оказалась, да еще пробег скрутили тысяч на сотню километров, и карета тут же в тыкву превратилась, словно в сказки. И разбитая корыта, и вообще вот это все. Чтоб не стать жертвой обмана, не кусать усердно локоть. Нужно просто знать, что рядом существует честный бизнес, с репутацией хорошей и историей богатой. Нужно сделать лишь три шага, чтобы сдать свою машину и купить взамен другую. В интернете в строчке «Поиск» напеваете два слова, очень просто «Блю» и «Фиш». Дальше на одноименном сайте выбираете машину и звоните, чтобы ждали вас сотрудники салона. И готовили вы сделку. Приезжаете на место, производите оценку, оформляете продажу, оставляете машину, забираете другую. Сделать можно все за день. Есть кредит и есть страховка. Есть гарантия, комфорт. Есть возможность сдать покупку. Вас «Блюфиш» не подведет. Компания «Блюфиш». Продажа, обмен и покупка автомобилей с пробега. Компания «Блюфиш» входит в группу компаний «Рольф». Компания «Блюфиш». Продолжение следует...